Доброе утро. Привет. Погода вообще полная фигня, но чтобы не торчать дома на майские праздники, мы решили посетить Казань. Навигатор показал нам 11 часов, закинули немногочисленные вещи и помчали. Нашему полку прибыло. Четыром чем? Только победа. Подготовка полным ходом идет Татарстану. Татарская заправка. Это невозможно поверить. Дождь, который лил сегодня целый день на протяжении 750 километров, закончился за 60 километров до Казани. Все. Это просто какая-то ненувальщина. Видимо, Казанская область это какая-то особая климатическая зона. В этом случае замечательно, что мы уже в конце-то концов на подъезде и есть шанс, что вечерком мы прогуляемся без зонтов. Казанская область? Странно. Республика Татарстан. Приказ Вияга, будь здоров. Одиннадцать с половиной часов, мы на месте. Сейчас созвонится Ольга с арендоотдателем и нам уже подскажут более четко по номеру квартиры, которую мы заказали на Букинге. Ну, в общем-то, вот так вот. Машин много во дворах. Парковок, я не сказал бы, что прям полно. Заселились. Первые впечатления. Вроде неплохое. Комната 1. Люстра модная. Комната 2. Тут же и кухонка. И балкончик. Вытанулись пройтись, так сказать. Проходочка сегодня будет не длинная. Так куда-нибудь, так сказать, прикоснуться к местному, к местной кулинарии. Вот. Вот. Сейчас пройдемся, но рядом ничего с нами не было, поэтому, поэтому пойдем куда-то, где есть какое-то кафе. Едем 5 станций до площади Тукая. Какие у нас мысли-то вообще? Так, я думаю, покушать это точно. Покушать мысль на это в 2 раза точнее. И хорошо отдохнуть это зрительство. Олеся, у тебя мысли совпадают, а отдохнуть. Окей, значит, Паша кушает, Олеся отдыхает, а Оля? А вот Оля тоже отдыхает. Ну, давайте, я солидарен. Пойдемте отдыхать, кушать и все такое. Ну, собственно, вот это вот озеро Кабан. А у нас с собой по совпадению, по случайному, есть настоечка Кабан. Поэтому мы очень в тему здесь собрались сегодня. Вот участники, пожалуйста, вот Кабаны практически. Я зайчик. Гладиаторы, к бою! Нормально все получается, музон. Перебрались на другую сторону. Идем в место принятия пищи. Народ уже ломанулся. Как вам не успеть? А ты, значит, все зажрут сейчас. Да-да, проходим, проходим. Милости просим. Чувствую запах чебурека. В общем, место настолько крутое, что мы стоим в очереди уже минут 15. Ну, оно того стоит по-любому. Просто так. Оно точно стоит того. И вот скоро вы об этом тоже узнаете. В следующих сериях. Нет, в этой уже серии. В этой. Нечего плодить без серии. Вадим. Такие цены. Можно еще посмотреть. На паузе что интересно выбрать себе. Это тоже туалет, Вадим, да? А может, и тут. Ну, дохлебнуло соляночки-то. Ну, давай. Не разрешают. Давай, давай. Вкусно. Да, я тоже попробовал. Тоже вроде ничего. Ну, как бы, еда была так. Средничок. Может, не тот заказал? А я ничего не заказывал. Я ел все за вами. Может, в этом ты делал? Я ел все за вами. Представляешь себя. Я попробовал у тебя. Я попробовал у Олеся. Единственное, что не попробовал салат. О, Олег, слушай. Блин, офигенная тема. Я тоже в нас в следующий раз, наверное, не буду ничего заказывать. В общем, такси стоит на 20 рублей дороже. Чем на метро. В четвером доехать до дома, это примерно 5 станций метро. Что буду, сейчас поедем такси. Оля, нам нужна минералка. Давай, грузи. Олеся, пей. Оля же накрутила. Оля, готовься. Паша будет крутить. Оля, пей. Паша добыл воду. Но воду не из-под земли. А у меня есть подозрение, что воду из этого озера. Л reps. Паша пока. Паша. Паша. Конвертируешь? Давай! Давай, файк! То, что мы хотели, первый день мы получили. Давай было тяжело доехать до сюда. День 2. Приехали на станцию Кремлевская. Здесь сразу же видно кучу достопримечательностей. И стадион, цирк, мечеть и собственно Кремль. Перед нами Преображенская башня, построенная в 16 веке. И реставрировалась в последний раз в 1970 году. Ну что, открыто? Туда надо идти, там в обход. Пойдемте. Я думала, ты улетел. Первая попытка войти на территорию Кремля не увенчалась успехом, потому что ворота были закрыты. И мы подошли к Спасской башне, которая была окончательно построена в 1562 году. Изначально она была двухъярусная, с деревянной шатровой крышей. Потом, уже в 17 веке, башня была перестроена и обрела, я так понимаю, каменные очертания. Вот здесь, собственно, через ворота можно зайти на территорию Кремля, что мы сейчас и сделаем. Но сначала осмотримся вот на этой площадочке. Памятник Мусе Жалилю был поставлен в 1956 году. Это памятник великому поэту. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль. Можно заказать экскурсию. В общем, будет нам стоить 1000 рублей экскурсия. Спасская башня во всей красе. Город готовится к празднованию 9 мая. Уже, на самом деле, на сайте вывешена праздничная программа. Ну, ближайшее, что есть, это 5 число, то есть завтра. И завтра будет какой-то флешмоб-танец в 14.30. Потом следующие праздничные мероприятия уже будут с 8 и 9 мая. Так что, мимо. В территории Кремля повсеместно установлены шезлонги, на которых можно принять солнечные ванны, отдохнуть после долгой дороги. Мечеть Кул Шариф. Кул от слова клевое. Была построена в 2005 году. Является одним из символов города Казань. Высота минаретов 57 метров. Что, поехали дальше? Магнитик, Олесь. Я нашел футболку Олесе. Олеся. Олеся ее порвет. Субок. Паш, а вот можете поменять бейсболку на какой-то более актуальный головной убор? Ну-ка замерь вот эту вот. Слишком мне накинь. Слишком, да, вот этот синий. А, вот эту вот такую королевскую. Вам, Паш, тебе королевскую выбрось? Так. Я думал, где вот это пойдет. Вот это? Давай. Какая лучше? Напишите в комментариях. Ну, да, белая, наверное, палочка. Трафик. Какие правила движения, Олесь? Ну, сейчас надо тоже пошутить. Забрались на кремлевскую стену. Наша задача забраться в бойницу и, собственно, оттуда тоже еще посмотреть на город. Нам надо наверх. Я могу сходить снять, потом показать вам, как вы на это смотрите. Экономия чистой воды. Где касса? А вон там еще проход, дай. Популярное направление Тир. Паш, у тебя какой этот самый класс стрельбы? Уровень какой стрельбы из лука. А то, что сейчас Маша у Юли занимается. Куда я? Не дотянул. Всё, я понял. Ну что, Паша? Боюсь не дотянуть. Вот туда надо будет сейчас топать. Да, да, пойду. Меня ждет далекий путь. Внимание, крутой подъем. Да, это очень круто. Подождите. Оу, да, здесь уже какие-то правила уже не обсуждать. Так, ну собственно вот ради чего стоило сюда сходить, чтобы посмотреть из бойницы на стадион. То есть здесь уже видны места разноцветные, зрительные. Вот такая, в общем, тут прикольная бойницами, украшенные темы, мечеть, цирк. Всё как на ладони. Вот сюда как раз нужно с луком, вот с этим вот, который там внизу выдают. И можно отлично посмотреть. В общем, наблюдение вести отсюда реально круто. Обзор 360. Всё, отходим. Роемся внутрь. Кол шериф. Сейчас оценим, что там внутри. Сюда, бля, тишина, да. Так же, вот грамм измывается чёрной тянью, на которой золотом вышли, а я председатой. Из корана, вот две частицы этой ткани кислых. Сегодня хранится в мужском зале. Он тебя и прикид. Марфуш. У меня деле. Ага. Ну что, помаляся, нет? Нет. Куда идти? Где лучший ракурс? Ну, есть второй этаж, но подниматься очень далеко, высоко. Там поднимайся. А, пойдём. Вон. Плавненько подошли к зданию Пушечного двора. Впереди вот кузница Пушечного двора, там, я так понимаю, музейчик. Начинает окрапывать небольшой дождик, как бы намекая нам, а вы уже нашли себе место, где вы будете от него прятаться. Да и время, в принципе, уже полтретьего, что, как бы, тоже чуть-чуть намекает про то, что, может быть, уже по чуть-чуть, например. Ну, а перед нами ещё один двор. Нарядненький двор. Значит, что тут у нас? Президент Республики Тарстан. Вот, примерно здесь он размещается, видимо. Когда работает, собственно. А не проживает, понятное дело. Набережная. Виднеется. Президентский дворец. Президентский дворец, да. Как ты думаешь, он сейчас там? Нет. Мне тоже кажется, что он не там. Он сейчас, наверное, на даче где-нибудь. В выходные или сейчас. Праздники. Сейчас ФСО, Паш, выскочит и это самое. Нельзя фотографировать. Республикасов. А мы просекретим. Олеся, ты сейчас проникла на территорию. Да. О, красиво зато как, видел? Вообще. Вообще, вот. Совсем неожиданно вот перед нами предстал мавзолей казанских ханов. Ну, не видно, понятное дело, ничего, что ожидаемо. Вот только камни одни. Вот это правильная экскурсия, да. То есть тебя везут, тебе рассказывают. Очень круто. Вот такой замечательный вид открывается. Дворец землевладельцев во всей красе. Набережная. Вот как вариант, мы должны были жить вот там вот на той стороне. Возле аквапарка как раз вот этого обзорного колеса. И Леруа. Вон на том берегу виден казан. Это дворец врага сочетаний. И смотровая площадка там наверху. Блин, три километра до него. Это как бы добираться. Надо вплавь. Музей Татархуль Катарстан. Но нам не туда. Нам в пельменную. Пойдем тестить знаменитые татарские пельмени. Забурились в пельменную. Прикольно здесь. И чего здесь только нету. То есть все виды изделий из теста с начинкой в виде овощей, мяса и даже с селедкой. Вон там есть что-то. Сейчас попробуем, затескиваем. Прежде чего фоткать, надо попробовать. Нет, надо сначала посмотреть. Сейчас она в инстаграм. В инстаграм. Послушаем мне. Там где-то тундра наша потерялась. Сейчас наливать. Спасибо. А там же был какой-то кремель. Да, кстати, вот секрет в том, что здесь где-то внутри правует одна равиолина. О, вон она. Ничего себе. Ничего себе. Блин, он реально такой. Вообще огонь. Да? Вкусно, да. Так, а тут у нас идет уже тестирование. Дегустация. Да. Как? Кинкали вкусные. Я очень больше люблю кинкали. У нас в Мелуне самая лучшая. Но вот эти... Ммм. 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 Приятного аппетита. Так, короче, краш-тест. Пельмени с тканиной и говядиной. Пробуем. Да. Они прикольные. Они точно не похожи на какую-то известную популярную продукцию, которая продается в замороженных пакетах. Да? За счет. Тем временем нам принесли ханум. Ассорти здесь с грибами, с тыквой, со шпинатом, с баклажанами и, наверное, с сыром. Это мамошки. Мамошки. Ну и, собственно... А это Оля. Равиоли с белыми грибами. Очень вкусно. Белые. Хинкали. Победа. А тем временем подоспели манты. Манты с тыквой и бараниной. Манты с... Тыквой и морковью. Итак, манты с тыквой и бараниной. Начиночкой. О, начиночка прям вот. Тыковка. Есть. Сметанка. Есть. Ммм. Ммм. Вот можно подумать, да, что вот все это вот тесто, ну или, допустим, мясо там вне, все очень различается. По-своему вкусно. Ни на что не похоже тоже. Пельмени были, да? Ханы. Теперь манты. Зачет. Молодцы. Умеют как-то лепить тесто. Вам понравилось? Да? 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 Да. Отлично вообще. Отлично, замечательно. Ну вот, собственно, выходим. Очень круто. Вообще, люди умеют реально лепить. А лепят из теста. И туда добавляется что угодно. Говорят, что, кстати, второе такое уже заведение есть в Питере. Ну, а мы, собственно, на улице Баумана. Ну, типа Казанский Арбат. Сейчас пойдем, пройдемся. Вот это прикольная тема. Мне нравится, давно смотрю. Это скульптурки такие из гипса. Здравствуйте. Сколько Буду стоит? Тысяча. Недорого. А как он на улице под дождем? Ничего не будет. Блин, а как же его носить-то сейчас? Вообще, мы взяли Буду. Тамбовский из Казани. Вот он вот здесь. Вот здесь я его снял. Тамбовский из Казани. Вон он. Вон его видно. Давай, давай. Вскрытие. Вся в водах. Короче. Та-дам. Сюда. Буду как подсвечник. Подсвечник. Вообще. Тамбовский из Казани. Тамбовский из Казани. Это два в одном. Это вот надо было, да, оказаться в нужном месте. в нужное время. Вот Алабрыс. Символ Казани. Да, вот настолько обленился, что вот мышь уже у него наверху там тусует, и он её не видит. Считается хорошим знаком погладить его по пузу. Погладь ему пузо, погладь, вот молодец. Что бы. Попробовать весь чак-чак уйдёт как минимум месяц. Здесь столько чак-чака, сколько я видел его больше нигде, никогда. Вот в чём он только не сделан. Любой форм-фактор. Чак-чак с васаби, чак-чак с горщицей, чак-чак с яичком, майонезом, мёдом, сгущёнкой. Это всё чак-чак. Карета Екатерины Второй. Прям вот сохранилась с тех времён? А тебя не смущает то, что она какая-то металлическая? Нет? На медная. Мне кажется, вряд ли она ездила. Медная? Ну да, медная. Медная, но вряд ли она ездила на медной карете. Может быть, медная королева Екатерина Вторая? Может быть. Это ж латуйя. Медь. Зеленеет медь же. А вот так блестит латуйя? А это натираешь и она будет блестеть. Я браслет свой забыл медный. А пойдём? Куда? Шашлыков по Алёше и кто? Экспресс-тест заведения шашлыков. Олеся говорит, крутые здесь шоты прям такие. Опа-па, Алёша встречает гостей. Ни хрена, ни хрена себе. Здравствуйте. А по рубочке нам можно за барной стойкой шлёпнуть и дальше пойти? Не подготовились. Отсутствие барной стойки было компенсировано тем, что нам просто выдали стол для того, чтобы мы зашотились прямо здесь. Есть шесть Алёш. А что там в составе? Водка, сугры, перифрутовый, гренадин. То есть это лучше, что пробовала здесь? Нет, ничего. Да, нам. Алёш, нету. Повторите. Алёш, нету. Нет, только не это. А Мститель шот есть? Зелёненький. Это что, одна рюмка стоит 439 рублей? 12 штук. Нет, 12 штук. А, берём 12. Да, 12 штук. Так, это Мстители, да? Играем в Мстителей. Играем в Мстителей. Поехали. А там превращаешься в Шрека, соответственно, да? Когда выпиваешь сразу же? Ну, халка скорее, наверное, уже. А, точно, халка. Халка, да. На самом деле, пусть я это расскажу, раньше они назывались Гномы. Гномы? Крепость Гномов. Крепость Гномов. Потом, то есть, просто более стали популярными на направлении Мстителей, да? Да. Класс. У нас раньше была тематика такая, что Алёша Попович, крепость Гномов, крепость Гномов. Ну, и раньше так назывались. И давайте не будем долго задерживать, это торжественный момент. Ура! Превращаемся в... Зелёных. В зелёных. Но не злых. Не злых. Ну, вкусненько. Как будто бы он крепче даже, чем написано. А написано всего 12 градусов. А я понял, что дает эффект и грейпфрут. Да. Они все разные. Сначала мы не поняли, на что направлена вот эта вот лошадь, которая в трэш, да? Для чего она, что она символизирует. А потом всё стало понятно. Самогон антиалкогольный музей с дегустацией. Вот, пожалуйста, вот тут прямо на глазах у людей происходят вот такие вот алхимические чудеса. Продолжаем нашу прогулку по улице Баумана. Чего только нет. В общем, сейчас пойдем наверх на церковь поднимемся. Там обзорная площадка, я думаю, будет прикольно видно, а вот там закат, ну и собственно сама улица Баумана, ну и вообще как бы само сооружение, это очень даже ничего такое. Подъем стоит 100 рублей, если что-то. Опа-па, опа-па, поднялись, а что, есть это, а не решетки, чтобы... Еще выше. Опа, сейчас мы лохнем, то есть, да? Старая, новая музыка. Старая песня, о главном. Симбиоз старого с новым. Ага, симбиозы. Да, ракурс хороший. Ну, что показывает компас, правда, дойдем? Уверен, что дойдем. Нашли. У-у-у-у, какой тут ведь трещит такой. Ну, в общем-то, что, мы дошли. Подъем, в принципе, не такой сложный. Вот сейчас Паша будет бить в колокол. Ну, давай, Паш. Ага. Послышали эти звуки, когда поднимались. Теперь понятно все, как это происходит. «Обом закат». «Музыка» «Обом закат». Субтитры создавал DimaTorzok Да, отлично получилось Все, все миссии выполнены Можно спускаться вниз Ну что, посещение церкви Однозначно рекомендую Потому что с нее открывается Офигенский вид на город Ну а вместе с этим Пока мы спустились Здесь уже все зажглось Архитектурной посветкой Лучи заката Очень красиво Идем дальше гулять Лишь бы не было дождя А давайте напротив той штуки Давайте Вроде башня Какой башня? Куда ты? Далеко так пошла Ты не сможешь тогда напротив башни? О, вот так Дай посмотреть Что там у меня Нормально Вадик, давай Кто это говорил Ты? Нет У меня только лимонад Бехерли есть с тобой? Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok